Видите, ну как бы, в принципе, то есть, когда надо согласиться с его энергией, тогда мы приплюсовываем, просто чуть-чуть добавляем и происходит такая штука. Потом, если у нас рука сгибается, допустим, вот так, естественным путем, и вот так, естественным путем, и крутится, это не больно. Но если три движения эти совместить, то возникает болевое ощущение. Вот эти моменты, что изучение тела, возможности двигаться не против движения, а по, и это принцип основной от айкидо. Соглашаться с атакой, потом ее уметь взять под контроль и уже направить, как нам надо, в этом направить. Вот как бы вот это, только можно про это рассказать, я думаю. Потом человек, допустим, он, несмотря на то, что он умный и все такое, у него всегда есть слабые места, слабые зоны. И все движения происходят в эти слабые. Но эти слабые зоны есть не только у человека, а у всего. Мы предпочитаем заново под поеханным. Еще раз. Каждому водителю известно, что у его машины есть слепые пятна. Когда ни в зеркало заднего вида, ни по воротам головы, очень сложно увидеть соседнюю машину. Но, тем не менее, она там чаще всего находится, и это часто будет причиной ДТП. Такие слепые пятна есть не только у машин, это есть практически у всего, в том числе и у людей. И изучая айкидо, мы так или иначе подходим к использованию вот этих мертвых зон, линий атаки, как так называемых, наиболее уязвимых мест. Если самым простым движением воздействовать в направлении этой линии атаки, то человек может просто потерять равновесие. На этом основано движение и входы в айкидо в основных направлениях. И поэтому, используя эти вещи, даже физически не очень развитый человек, но умеющий крепко стоять на ногах, может добиваться определенного превосходства. На самом деле, эти вещи используются и все другие виды боевых искусств. Но в айкидо это сведено в более мирной форме и дает возможность изучать более глубоко. Например, если мы посмотрим движение, в движение, не просто в статической форме, а в движении, то это выглядит примерно так. Входы сиделаются в этом направлении. Кроме того, используются физические возможности тела любого человека. Человек не такой примитивный и не такой простой, его, как сказать, сам по себе, гомо сапиенс. Очень совершенная форма тела и очень приспособлена для движения. И поэтому в айкидо используются естественные направления, естественные направления изгиба. Никогда не стараемся делать болевых воздействий в направлениях, угрожающих переломам, вывихам, то есть неестественное движение. На самом деле, очень простой пример, когда рука сгибается таким образом, таким образом, она вращается во всех плоскостях. Но если нам совместить эти движения, возникает болевое воздействие. Три положительных действия, которые сами по себе не являются болевыми, они приводят к тому, что человеку становится боле. Покажем это в динамике. Кроме того, очень важно в самый первый момент, коснувшись партнера одной рукой, начать уже понимать его движение. Если мы держим его за руку, он пытается настыковать другой рукой, мы можем просто не давать им это сделать, контролируя через точку контакта. Либо точка контакта может быть в любом месте, в локте. То же самое, удовольствием руки, мы просто блокируем это бедро. Кроме того, очень используются естественные реакции партнера. Ведь важно не то, что предугадать то движение, куда он хочет двинуться, а заставить его двинуться в этом направлении. Очень просто. Если мы работаем с большого расстояния, начинаем сходиться. Как мне заставить человека ударить меня этой же рукой? Вот этой рукой. Достаточно сделать шаг в сторону, и ему будет удобно атаковать отсюда. На этом построен принцип. То есть мы до атаки уже программируем атакующего к определенному виду атаки. И уже готовы к этому, естественно, заранее. У нас есть определенный промежуток времени. Насчет силы удара. Если мы противопоставляем себя этой силе удара, то мы можем попасть в очень умелые руки, получив сильный удар, нас разрушит. Этими ударами разрушают кирпичи, доски и прочие, мастера других систем. Принцип айкидо. Допустим, мы хотим разжать кулак. Сила кулака направлена внутрь. Для того, чтобы ее попытаться разжать против движения, нужно приложить как минимум такую же силу, а то и больше. Но если мы просто к этой силе добавим нашу силу, то получается эффект разжимания кулака, но через добавление силы. Также и при ударах. Единственное, что нам надо, это найти точку контакта. Сконтактируя с человеком. Дзюданский. Этого достаточно. Вопрос в экономичности и частоте движений, которые отрабатываются годами. Годами отрабатываются очень простые движения. Чтобы они были достаточно быстрыми, чтобы успевать реагировать. Мы опять же принимаем удар в районе локти и уже контролируем. Партнер удар просто ведет, но на самом деле уже мы контролируем этот удар. И то же самое можно сказать. Или... Давайте, может быть, вы нам что-нибудь еще покажете. Сюда просто подвигаемся. Да. Сюда просто подвигаемся. Да. Может быть, мы еще не будем. Да. Хорошо. Хорошо. Хороший. Сейчас. Так, давай еще раз подстечь, а еще раз, ну сейчас сделаем Просто за джо возьми, одну руку поможем А вы попробуйте сделать так, чтобы Дмитрий упал Не боже шест, он нападает, а вы используете его нападение в свою пользу? Ну может, так делать, если бы нападать Кроме того, очень большое внимание физической подготовки, растяжки, дыхательные упражнения Дай, шоу Почему такое странное нападение, там весь кулаком, да, вот так вот А это всем шуток, кулак Айкидо, оно дает возможность человеку исходя из, то есть давая знания от физики Физиологии человеческого тела и познавая его, да, человеку приобретает определенную силу? Ну, чем вряд ли человек приобретет определенную силу? Он научится использовать то, что у него есть Он будет исходить из реальных возможностей своих, но добьется гораздо большего Ну, суть в чем? В том, что необязательно обладать огромной силой, а важно знать, куда ее применить Исходя из физиологии человеческой И психологии, да Но, кроме того, айкидо открывает и другие возможности Я уже по своему опыту просто много лет занимаюсь этой практикой И заметил, что те люди, которые хорошо и усердно практикуют, необязательно айкидо Работаем, поехали Я заметил такую зависимость или закономерность, что люди, которые занимаются, если это дети, они очень хорошо учатся в школе Потому что айкидо воспитывает внимание, наблюдательность, дисциплинированность и трудолюбие Все мои ученики поступают в высшие учебные заведения А люди, которые занимаются бизнесом, так или иначе добиваются успеха, может быть, не какого-то сумасшедшего, но абсолютно реального, а то, что делается их руками Я думаю, тут тоже принципы айкидо продолжают работать за пределами нашего тотема А если говорить именно о силе удара, вы говорили про слепую точку того, что есть у всего Умение разбивать стены, камни, доски и так далее Это именно сила удара нарабатывается или это какую-то точку человек знает куда бить Или же здесь привлекаются какие-то внутренние энергетические потоки, которые вы красите Мы не занимаемся томишевари разбиванием предметов, айкидо созидательный вид Но как тест во многих системах используется томишевари Идея в том, чтобы вынести внутреннюю концентрацию через мышцы в конечную фазу Это не сила удара, это, безусловно, концентрация и точная постановка техники удара И поэтому достигается такой результат Просто он направлен на разрушение Нам это как бы... И кроме того, так или иначе, пока человек ищет этот правильный удар, он очень здорово вредит своему здоровью Конечно Но те люди, которые добиваются, это настоящие мастеры То есть это высокая искусность? Да, да Это не каждому дано Это дано каждому, но для этого надо работать А можно говорить о том, что вот в таких видах спорта идет работа не просто тела и ума, а еще работа с какой-то внутренней энергией человека? Я не знаю, как это правильно назвать Внутренняя энергия это гармоничное слияние нашего внутреннего содержимого, наших физических возможностей и нашего сознания, нашего желания И вот эти три, когда эти три составляющие работают в одном направлении, возникает очень мощная сила, которая есть у каждого, и она используется, называется как внутренняя сила Это не магические магнитные линии, это гораздо, по-моему, мощнее даже Когда мы что-то создаем, рождается это в сознании, принимается это душой, а реализуется это тело Когда это все одновременно, это очень большая сила То есть раскрывается возможность у человека, нам пополнено Да Все, спасибо большое Спасибо